В эфире Петровка 38, я Екатерина Девятова. Здравствуйте. В Москве задержали банду так называемых автоподставщиков. Они инсценировали ДТП и требовали от якобы виновного водителя выплатить ущерб. Правда, портить свои машины в авариях злоумышленники не хотели и отправляли на дело профессионального пешехода. Был среди них и такой. Злоумышленники, перемещаясь на двух машинах, выбрали предполагаемую жертву обмана. На ближайшем переходе они высадили одного из участников группы, которому отводилась роль так называемого потерпевшего пешехода. Когда подъехала намеченная автомашина, указанный гражданин сымитировал наезд, ударив по автомобилю гайкой, обмотанной изолентой. Мужчина стал запугивать водителя тем, что тот своими действиями якобы разбил его дорогостоящие часы стоимостью 3 миллиона рублей. А дальше пешеход-аферист показывал водителю разбитые часы якобы за 3 миллиона рублей и требовал немедленно возместить ущерб, хотя бы частично. На самом же деле часы были подделкой и стоили копейки. Все пять участников банды – приезжие, уроженцы Воронежской и Белгородской областей. Почти все ранее судимы. Оказавшись в отделе, в один голос уверяют – никого они не обманывали. И только самый старший и матерый без разговоров во всем сознался. Вину признаешься? Да, конечно. Теперь этим людям предстоит суд. По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют, сколько раз задержанные проворачивали подобную схему.